МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И на марта переехала сидящего на дороге мужчину. Трагедия произошла в Новосибирском районе. В 11-м часу вечера автолюбитель на Тойоте ехал по автодороге Н-2120. Этот участок не освещен, поэтому водитель не сразу заметил человека. Мужчина сидел прямо на проезжей части в темной одежде без световозвращающих элементов. Автомобилист нажал на тормоз, но было уже поздно. Листа наехала на пешехода. Удар был настолько мощный, что человек смял капот авто. Мужчина погиб мгновенно. Для установления личности сняли отпечатки пальцев и искали совпадение в базах. Жертвой трагедии стал житель Кировского района. Мужчину опознал брат. Специалисты выясняют, в каком состоянии был пешеход и почему он сидел на дороге. Водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем Тойота Виста Ордео, следовал со стороны Криводановки в направлении Новосибирска. И на 11-м километре совершил наезд на пешехода, который сидел на проезжей части в попутном направлении. Сотрудники ГИБДД и следователи устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Еще один человек погиб и пятеро получили травмы в аварии в Искитимском районе области. Причиной трагедии стал опасный обгон. В распоряжении редакции программы ДПС оказались кадры с моментом столкновения. Мужчина за рулем Лады ехал по Чуйскому тракту в сторону Новосибирска. Пошел на обгон попутки, однако неверно рассчитал расстояние до встречной машины. Хотел вернуться в свой ряд, но не смог из-за того, что джип, который он обгонял, ехал примерно на том же уровне и вырулить было просто некуда. Чтобы избежать столкновения, водитель встречной Хонды резко нажал на тормоз. Автомобилист на Субару, который ехал за Одиссеем, не ожидал таких маневров и не успел затормозить. В итоге Форестер протаранил Хонду, которую после удара отбросила на обочину. Затем Субару лоб в лоб столкнулся с Ладой. Водитель Калины сломал бедро. Пассажирка Лады ушибла грудную клетку и поясницу. Водитель Субару травмировал грудину. Его пассажир сломал ногу. 11-летний мальчик из салона Форестера получил сотрясение мозга и повредил глаз. Еще одна пассажирка сломала предплечье. К сожалению, она скончалась в больнице спустя несколько часов. Добавлю, никто из участников аварии не был пристегнут ремнями безопасности. Семейная пара разбилась в автокатастрофе на трассе. Уже установлена семья ехала на Дайхацию из Новосибирска в сторону Аби. Женщина начала обгонять попутные автомобили. Проезжая часть была скользкой. Иномарку занесло, дама уже не смогла вернуться в свой ряд. Хэтчбэк на высокой скорости врезался в многотонник. Удар был настолько мощным, что иномарка отлетела на обочину, а двигатель и другие запчасти разбросала по сторонам. Детали попали на проезжающие мимо машины. Легковушки получили повреждения, а водители стали невольными участниками ДТП. А вы водитель грузовика, да? Подскажите, пожалуйста, как все произошло? Так, ехал, навстречу, выехал. Сразу же после столкновения очевидцы вызвали скорую помощь. Они помогали вытаскивать тело погибшего из салона искореженного авто. Женщина еще показывала, признаки жизни были. А второй человек уже все, видно было, что все. Пока скорая приехала, мы ничего не делали. Скорая приехала, пульс проверила. У женщины пульс был. Мы оперативно ее взяли, вытащили. Тодор немножко помог нам, монтажку предоставил. Дверь вырвали, все вытащили, увезли на скорую. Уже установлено погибшему мужчине было 48 лет. Ни он, ни его супруга не были пристегнуты ремнями безопасности. Однако эйрбэк с водительской стороны сработал. Это произошло из-за мощного удара в переднюю часть. Владелицу иномарки немедленно доставили в отделение реанимации, но медики оказались бессильны. Инспекторы продолжают восстанавливать обстоятельства трагедии. В 7 часов 10 минут в Новосибирском районе на автодороге Иртыш женщина, управлявшая автомобилем до их отцу, которая следовала в сторону города Обь, выехала по непонятной пока причине на полосу для встречного движения, где столкнулась с грузовым автомобилем «Исудзу». Сразу после ДТП на место катастрофы приехали дорожные службы и посыпали проезжую часть песком. Другая серьезная авария произошла на Мачищенском шоссе. Грузовик протаранил бордюр, несколько столбов, а затем смял легковушку. Водитель «Мерседеса» с прицепом направлялся в сторону Жуковского. Ехал в правом ряду и начал резко перестраиваться в левый. Во время маневра потерял контроль над управлением. На большой скорости тяжеловес врезался в разделитель полос и световую опору. После удара «Мерседес» продолжил движение, ударил «Сузуки» и въехал в столб. Водитель легковушки рассказал, услышал где-то позади звук удара. Затем боковым зрением увидел, как многотонник несется на него. Автомобилист хотел уйти от столкновения и вырулил вправо. Но избежать удара не получилось. Водителя «Мерседеса» госпитализировали. У него переломы четырех ребер со смещением и травма головы. Кстати, инициатор ДТП и ранее лихачил и нарушал правила. За год он получил шесть штрафов за превышение скорости, а в салоне грузовика не было тахографа и системы ГЛОНАСС. В Новосибирске участились ДТП с участием детей. Чаще всего несовершеннолетние получают травмы, когда попадают под колеса авто. Примерно в половине таких случаев виновниками становятся водители. Подробнее об аварийности смотрите в рубрике «Эксперт». За прошедшую неделю в Новосибирской области произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних. Из них два были в Новосибирске и еще одно в городе Берск. Все указанные дорожно-транспортные происшествия были связаны с наездом на детей-пешеходов. В двух случаях дети переходили дорогу в зоне пешеходного перехода, еще в одну – вне зоны пешеходного перехода. В связи с началом школьных каникул просим родителей чаще беседовать со своими детьми о необходимости соблюдения правил дорожного движения, организовать для них безопасный досуг и самим быть примером на дороге. Со своей стороны водители должны быть особо внимательны в местах возможного появления детей и в обязательном порядке соблюдать правила безопасной перевозки несовершеннолетних пассажиров, а именно пристегивать детей ремнями безопасности или с учетом их возраста перевозить с использованием специальных удерживающих устройств. На текущий момент произошло 29 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых пострадало 36 детей. Из них 17 случаев – это дорожно-транспортные происшествия, где дети были пассажирами транспортных средств, а в 12 – пешеходами. Ну а мы продолжаем. Наркотики в крупном размере. Накануне новосибирские инспекторы задержали криминальный квартет. 20-летних друзей спортсменов будут судить по одной из самых серьезных статей. 40-й юбилей они смогут встретить уже за решеткой. Захотели легких денег. Друзья-одногодки решили заработать на продаже наркотиков. Купили партию мефедрона. Чтобы не вызывать подозрения, арендовали каршеринговые долимобили и отправились фасовать запрещенку по порционным пакетикам, а затем разбрасывать по городу закладки. Заметив экипаж ГИБДД, водитель занервничал и прибавил скорость. Это и вызвало подозрение. Седан остановили. На предложение добровольно отдать запрещенные вещества ответили отказом. Инспекторы начали осматривать транспорт. В этот момент один из пассажиров выбросил из кармана пакет. Сверток, перемотанный скотчем, оказался на территории социального центра для пенсионеров и инвалидов. Пришлось вызывать опергруппу. Всех задержанных доставили в Зайльцовский отдел полиции. Водителя освидетельствовали, но только через пару недель будет ясно, содержались ли в его организме наркотики. Подчеркну, 98 граммов мифедрона считается крупным размером. А за преступления, совершенные группой лиц, могут назначить наказание и до 20 лет лишения свободы. Поэтому не исключено, что кто-то один из подозреваемых возьмет на себя вину, а остальных отпустят. Банду злоумышленников задержали в Калининском районе. Компанию молодых мужчин подозревают в угоне «семерки» и краже металла. Вас остановили на улице объединения. В салоне было трое мужчин. Ни один не смог пояснить, откуда в багажнике столько алюминия, железа и чугуна. Инспекторы даже нашли пускозарядное устройство для машин. Пока не установлено, с каких автомобилей были сняты аккумуляторы. Подозреваемых доставили в полицию, а легковушку эвакуировали на платную штрафстоянку. Украл телефон, угнал иномарку, попал в ДТП и попытался сбежать от инспекторов. В мегаполисе задержали хулигана-рецидивиста. Примечательно, но беглецом стал 15-летний подросток, который уже далеко не первый раз попадает в отдел полиции. С каждым задержанием проявляет все большую креативность. На этот раз парень пришел в кафе на Некрасово и украл одного из клиентов телефон вместе с банковской картой. В мобильном было установлено приложение для аренды авто. Злоумышленник с помощью пароля беспрепятственно открыл припаркованный рядом Volkswagen, сел за руль долимобиля и поехал кататься по городу. Инспекторы заприметили подозрительную машину на Богдана Хмельницкого. Легковушка ехала по встречной полосе с выключенными фарами. Это и вызвало подозрения. Объявленный в розыск автомобиль был замечен сотрудниками полка ДПС и Госавтоинспекции Новосибирска на одной из улиц Калининского района в городе Новосибирске. На неоднократное требование сотрудников полиции об остановке водитель не прореагировал, поэтому за ним было организовано преследование. Подросток решил скрыться и только прибавил газу, услышав по рации призыв к остановке. Погоня заняла буквально минуту. От страха юнец не справился с управлением. Седан выехал на тротуар и врезался в ступеньки салона сотовой связи. Парень выскочил из авто и пытался скрыться во дворе дома. Догнали. Трудного подростка доставили в центральный отдел полиции. В отношении хулигана возбудили уголовные дела по 158 и 166 статьям. Также инспекторы ДПС оперативно раскрыли еще один угон. На этот раз похитителем оказался товарищ собственник авто. Владелец иномарки уснул после изрядной доли выпитого спиртного. В это время злоумышленники взяли ключи и телефон с обутыльника, закрыли мужчину в квартире и поехали кататься на ондо. Спросонья Зевака понял, что стал жертвой мошенников. Выбил дверь, выбежал на улицу, позвонил в полицию. Инспекторы выяснили, где находится транспорт. Хорошо, что в такси установлены маячки. Хулиганов доставили в отдел полиции, а иномарку уже передали собственнику. К сожалению, не все машины удается найти в течение короткого времени. О том, какие автомобили все еще числятся в розыске в одноименной рубрике. Инспекторы разыскивают черный Land Cruiser 200, выпущенный в 2016 году. Иномарку похитили из Краснообска. Машина была припаркована у дома номер 53 в 6 микрорайоне. Не исключено, что внедорожник угнали под заказ. Еще одну иномарку похитили с выборной от дома номер 125-3. Темно-синий Hyundai Solaris 2011 года выпуска пропал в период с 7 до 8 вечера. Toyota Land Cruiser Prado угнали от дома номер 22-1 по улице Твардовского. Цвет корпуса автомобиля золотистый. Машина выпущена в 2006 году. С 1 апреля курсантам автошкол придется сдавать экзамены по новым правилам. Площадку отменили и ввели систему баллов. Какие еще изменения ждут кандидатов-водители, узнаем у нашего гостя. Рада представить вам заместитель начальника МРЭО ГИБДД по Новосибирской области Вячеслав Коноводов. Добрый день. Ну и начнем, наверное, с самого главного. Что же именно меняется? Таких глобальных изменений не предвидится. То есть все изменения, которые прописаны в приказе, который утверждает сам регламент, то есть вступят в силу они с 1 апреля, они уже подписаны, утверждены, можно ознакомиться на сайте правительства. Все изменения, которые, они только улучшают положение кандидата-водителей в части приема, при сдаче экзамена. Основное из новшеств – это объединение тех упражнений, которые до этого кандидаты-водители сдавали на закрытой площадке, ну так называемом автодроме, с теми упражнениями, которые мне показывали в реальных условиях движения. Соответственно, упражнений раньше было 5 на автодроме, сейчас их будет всего 4. Посчитали, что в этом случае такое упражнение, как «Змейка», будет очень сложно делать в городских условиях. Все остальные упражнения остались. По ним быстренько пробегусь не в такой форме, как они в регламенте, а в более простой. То есть осталась так называемая горка, осталась параллельная парковка с задним ходом, остался въезд в бок с задним ходом под прямым углом, под углом 90 градусов. И остался так называемый дворик – это разворот в ограниченном пространстве. То есть вот эти 4 упражнения, которые, повторюсь, раньше делали на автодромах, теперь будут делать в одном едином экзамене, который называется просто практический экзамен. В любом случае для заявителя стало проще. Если раньше было 3 экзамена, на которых нужно было записываться, приходить, сдавать, в случае не сдачи сдавать повторно, то тут в этом плане поменялось, что экзамена 2. То есть в любом случае это будет лучше. Вы имеете в виду теория, автодром и город? Нет, будет теперь просто теория и практика. Вот я в этом говорю, было 3 экзамена? Да, было 3. То есть отдельно сдавалась теория, отдельно сдавался экзамен по первоначальным навыкам и отдельно сдавался экзамен в реальных условиях. То есть на данный момент будет сдаваться только теоретический экзамен, а только практический экзамен. А теперь у меня по ходу возникает следующий вопрос. Что делать студентам автошкол сейчас, которые сдают экзамены? К примеру, уже успели сдать теорию и готовятся к тому, чтобы сдавать автодром? Ну тоже для них ничего не поменяется. Сдавать они автодром. Тот, кто попадает на экзамен уже с 1 апреля, для них не изменится. Сдавать они будут по новым уже правилам, соответственно, да, расступить в силу. Кто сдал автодром, те упражнения, которые сданы на автодроме, на закрытой площадке, им засчитаются. То есть показывать их на новом экзамене не надо будет. То есть им достаточно будет. Ну, у них что по-старому сдавался бы просто город. И, ну, те же упражнения. Там по самому составу упражнения, который в реальных условиях обязан посмотреть экзаменатор и обязан показать кандидата водителя, должен показать, они не изменились. Есть требования к экзаменационному транспортному средству. И как одно из требований, это как раз оно должно быть оборудовано вот этим, ну, аппаратурой, которая позволяет вести аудио-видеосъемку. То есть есть требования, есть конкретно прописано, что должно сниматься. Есть сроки для хранения, то есть это минимальный срок установлен, опять же, приказом МВД. И в старой редакции, и новым приказом, то есть он предусматривал 30 дней срок хранения. Ну, да, для того, чтобы была какая-то общественная база. Это, я думаю, для того, чтобы сделать экзамен, сам процесс экзамена более прозрачный, да, что совершенно верно. То есть если какие-то возникают вопросы, ну, так же, как и у кандидата водителя, так же у экзаменаторов свою защиту, в общем-то. То есть этой записью можно пользоваться, то есть в рамках обращения, официальных жалоб, пожалуйста. Бывает такое, что молодые автомобилисты только-только получают водительские удостоверения и попадают в ДТП. При этом кто-то может попросить показать видеозапись проведения экзамена для того, чтобы, ну, расследовать такое дорожно-транспортное происшествие? В любом случае у нас сейчас нормативными документами, значит, установлено, что мы проводим проверку в этих случаях. И, соответственно, это будет, если в рамках хранения, если сама запись, она хранится, то у нас запрашивают вычистоящие организации, которые проводят проверку, да, конечно. То есть именно на предмет законности проведения экзамена. А подскажите, какие требования предъявляют к экзаменаторам? Вот к экзаменатору предъявляются требования, они установлены законодательно. Одно из требований — это он должен быть не моложе 25 лет, то есть 25 и старше. У него должно быть высшее образование, у него должно быть право управления той категории, на котором он принимает практический экзамен. И общий стаж управления у него должен составлять не менее 5 лет. Экзамен в любом случае принимает экзаменатор, это закреплено. Должностное лицо именно Госавтоинспекции, на котором, согласно должностного регламента, возложена обязанность приема экзаменов. По должности он идет как экзаменатор, но он принимает экзамены. Ну и соответственно навыки вождения, ну и соответственно теоретически тоже оценивают по пятибалльной системе, либо же нет. Навык, теоретический, не навык, а теоретический экзамен оценивается по системе сдал, не сдал. То есть у нас были изменения, то есть если раньше достаточно было из 20 вопросов ответить на 18 правильно, допускалось две ошибки, то есть достаточно длительный период был. То есть сейчас, если кандидат-водитель допускает в каком-то тематическом блоке одну из ошибок, соответственно ему из этого же блока программа выдает еще пять вопросов, ну это же тема получается. И в случае опять же, если он допускает там ошибку, ему автоматически вставляется оценка не сдал. То есть там системы бальной нету, то есть там именно по количеству правильных ответов определяется. Ну а соответственно при вождении? При вождении система оценки осталась так же, единственное, что добавились ошибки, за которых можно получить два балла. То есть также остались ошибки, я бы их назвал бы грубыми, за которых там не прописано количество баллов, но при совершении которых кандидатам-водителю сразу выставляет, экзамен прекращается, выставляется оценка не сдал. Приведите пример. Так, приведу пример, но я прям могу привести... Например, забыл заглушить двигатель при остановке или что это? Нет, это очень считается все-таки... Такого вообще нет, а вот допустим заглох это однобальная оценка, не такая серьезная, но это допустим создание помехи, то есть вмешательство, в этом случае по новому есть вмешательство экзаменаторов в процесс управления, то есть того лица, который задублирующий орган, нарушил правила выполнения поворота, нарушил правила выполнения разворота, выехал на встречную полосу. Ну то есть... Не пристегнул ремень. В том числе, да, если и до этого, до 1 апреля это все-таки считается трехбальной ошибкой, вот, с 1 апреля это все-таки будет ошибкой грубой, и которая будет при начале движения, если кандидат-водитель не пристегивает ремень, то экзамен будет прекращаться. Постепенно, то есть, как сказать, с развитием законодательства в этой области, да, то есть вот сама вот эта ошибка, я именно конкретно про эту ошибку говорю, она из, ну таких из мелких ошибок переросла в крупную, за которую, по сути, если кандидат-водитель совершает ее, вот на данный момент, если ты не пристегнул ремень безопасности, экзаменатор прекращает экзамен и выставляет сразу оценку «не сдал». То есть раньше можно было, ну, вроде как получается, если больше никаких ошибок не совершаешь, ну, по сути, получить положительную оценку «оценку сдал». А как-то вообще изменились сейчас сами упражнения? Нет, уменьшились требования, то есть требования стали как таковых, то есть раньше требования были жестче на автодроме, когда вот к этим упражнениям, которые выполняются в городе, вот, а в общем нет, то есть приведу пример, если выполнять такое упражнение, как разворот в ограниченном пространстве, вот, и делать это не на закрытой территории, то есть сейчас очень получается, нету строгой привязки к автодрому, это может быть закрытая территория, могут быть какие-то тупиковые улицы, участки дорог с малоинтенсивным движением, то вот это упражнение экзаменатор может попросить кандидата-водителя развернуться на двухполосные проезжие части, исключением задней передачи, но опять же при малоинтенсивном движении, где-то на тупиковых улицах, да, соответственно, при выполнении разворота кандидат за это упражнение получит статус выполненного упражнения. Ранее также появлялась информация о том, что якобы автомобилистам при сдаче экзамена разрешат выезжать на трассы, так ли это? На данный момент такого законодательства отдельно не предусмотрено. То есть я не скажу, что нет такого запрета выезжать, но и в тот же момент, что экзамен в любом случае принимается, значит, ушло такое понятие, осталось такое понятие, как маршрут, в общем-то, но оно видоизменилось и в смысловой нагрузке, значит, если раньше это был конкретный маршрут, и экзаменатор ехал конкретно здесь налево, здесь направо, здесь разворачивался, то сейчас в маршрут будет входить перечень улиц и дорог, на которых проводится экзамен. То есть, соответственно, экзаменатор сам будет определяться, в какую сторону ему поехать и в какой последовательности ему давать задание для выполнения маневров. То есть, грубо говоря, экзаменатору разрешили. Можешь ехать по Дусе Ковальчук, по Красному проспекту, по улице Станиславского, и он уже сам принимает решение, по какой же улице поедет. Мы определяем список улиц, согласовываем их с должностными лицами, которые за это отвечают. И, соответственно, по этим улицам, которые будут в этом списке, действительно, ему можно ехать. Почему нет? Но ведь маршрут узнают день в день? Сейчас вот в этом смысле такого понятия маршрута, его больше нет. То есть, да, раньше действительно был маршрут номер 3, он был там-то, там-то, там-то. То есть мы ехали по улице, допустим, Петухова, поворачивали на улицу Громова, с Громова поворачивали на улицу Зорги. Вот это был маршрут. Маршрут номер 2, он был там, мы ехали с Петухова, поворачивали сразу на Сибиряков, Гвардейцев, допустим. Вот сейчас такого понятия не будет. То есть экзаменатор, то есть для кандидата в водители, это не секретная, с одной стороны, информация, но он знает, он может в интернете посмотреть только список улиц, по которым будет проводиться экзамен. Все. А на какой улице именно он будет сдавать? Это он уже узнает в день экзамена. Это он уже знает, да, даже не в день экзамена, а в процессе выполнения маневров. То есть перед началом экзамена никто ничего говорить не будет. Как такового маршрут номер 1, номер 2, его не существует. А как вы бы рекомендовали начинающим автомобилистам подготовиться к экзаменам? Ну, опять же, перечень... С друзьями покататься по этим улицам? Никак нет. Перечень улиц все-таки он установленный в этом случае, да. И здесь в рамках именно образовательной деятельности, в рамках занятий по практическому вождению, в тот момент, когда он учится, не с друзьями ни в коем случае, вот, соответственно, ну, именно накатывать вот эти часы, именно от занятия, но проводить все-таки именно по тем улицам, которые есть в этом списке. Но это будет более, ну, как сказать, более логично, что ли. Насколько часов накатать он должен перед сдачей экзамена? Ну, на данный момент зафиксировано 50 часов практического вождения, из которых, насколько я... Ну, это образовательная уже часть. По-моему, 2 часа остается на экзамен, и 48 часов должно быть практических занятий. Вы сказали, что автомобили должны быть специально обустроены для того, чтобы проводить такие занятия. А кроме двух педалей и системы звукозаписи, что-то еще там должно быть обязательство? Ну, опознавательный знак, учебное транспортное средство. Вот именно вот про видеонаблюдение мы разговаривали. Это все-таки требование к экзаменационному транспортному средству. Если сейчас у вас вопрос по поводу учебного транспортного средства, оно не должно быть оборудовано именно... Вот именно по поводу учебного? Именно учебного. Ну, это дублирующие педали, это дополнительные зеркала, как правило, устанавливают знак, учебное транспортное средство. Педали должны быть не просто установлены физически, они должны быть установлены в рамках законодательства действующего, то есть прописаны в регистрационных документах. И, соответственно, у мастера производства, мучилицу, который обучает вождению, то есть должен быть соответствующий документ, что он имеет право это делать. Вот это объединение экзаменов, да, то есть оно, в принципе, произошло для всех категорий, неважно, для B, для C, только для B, получается, условия, все-таки вот эти четыре упражнения, которых я назвал, они могут выполняться на тупиковых улицах, на участие дорог с малоинтенсивным движением, то есть все-таки для категории C, D, ну и так далее, C, E, D, E, то есть они все-таки выполняются на закрытых площадках, на автодромах. Подскажите, пожалуйста, сколько раз можно пересдавать экзамен, и самое главное, в какие сроки госавтоинспекция может назначить пересдачу? Ну да, смотрите, здесь произошли изменения, то есть они такие положительные для заявителя, для кандидатов-водителей, которые сдают экзамены, то есть если раньше законодательно был установлен только минимальный срок назначения экзамен, то есть там он был либо 7 дней, либо 30, в зависимости от количества попыток, то сейчас появился конечный срок, то есть экзамен должен назначить, допустим, при повторной сдаче, если с первого раза не сдал человек, он должен быть назначен не менее чем через 7 дней, не ранее, но и не позднее двух месяцев. То есть все-таки здесь тоже, да, то есть бывали случаи, когда, ну и учебная организация, я так понимаю, то есть саму заявку в организованную группу, значит, регистрирует в органы ГИБДД все-таки учебная организация, вот, потому что были случаи, и забывали людей включать, вот, и мы об этом узнавали только по телефонному звонку, поэтому вот в этом случае здесь уже все-таки есть, установили норму, что, ну, человек знает, что ему поставят экзамен вот в эти сроки, то есть тоже очень важно. Спасибо вам большое, Вячеслав, за такую продуктивную и полную беседу. Ну, а мы продолжаем выпуск, и далее предлагаю посмотреть сюжет о том, что в регионе появился воздушный патруль ДПС. Полицейские теперь следят за трассами с помощью квадрокоптера. Наша съемочная группа побывала в подобном рейде. Камеры с высоким разрешением позволяют определить марку машины и госномер с высоты птичьего полета. Объектив поворачивается на 360 градусов, а значит, инспекторы могут следить за направлением потока в обе стороны. Помешать запуску не смогут даже снегопад и порывистый ветер. Благодаря обширной зоне сигнала квадрокоптер может некоторое время следовать за нарушителем. В режиме реального времени осуществляется контроль за участниками дорожного движения. То есть здесь мы видим движущий транспорт, видим его, в принципе, отчетливо. Если выявляем административное правонарушение водителям, то передаем экипажу, который находится по пути следования нарушителя. То есть это на расстоянии от 500 метров до километра. Чаще всего с помощью квадрокоптера выявляют водителей, которые выезжают на встречку там, где это запрещено. Штраф за такой маневр – 5000 рублей, либо лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Если автомобилист нарушит еще раз и остановит его инспектор, то права придется сдать на год. А вот если повторный выезд на встречку зафиксируют автоматические камеры, то тогда придется заплатить 5000 рублей. Необходимость проведения этого мероприятия возникла в связи с тем, что за два месяца текущего года на дорогах Новосибирской области зарегистрировано 177 дорожно-транспортных происшествий, в которых 24 человека погибли и 266 получили травмы различной степени тяжести. Из них на трассах федерального и регионального значения зарегистрировано 66 дорожно-транспортных происшествий, в которых 17 человек погибли и 68 получили травмы. При лобовых столкновениях погибает половина участников ДТП. Причина, как правило, опасный обгон. Только 8% смертельных аварий произошли в населенных пунктах. Остальные трагедии случились на трассах. Новосибирец накопил несколько десятков штрафов. Погасить задолженности молодой водитель решил только, когда у него забрали машину. 23-летний житель Калининского района 32 раза нарушил правила и ни разу не оплатил штрафы. Сумма задолженности составила 32 тысячи рублей, плюс 24 тысячи исполнительского сбора за то, что вовремя не погасил сумму. Приставоарестовали Ниссан Сибиряка и отправили авто на спецстоянку. В таких случаях должникам дают 10 дней, чтобы оплатить задолженности. Иначе имущество выставляют на государственный аукцион. Когда новосибирец понял, что может навсегда лишиться своей машины, за несколько дней нашел деньги и погасил весь долг. Изымать автомобиль в пользу государства за пьяное вождение не будут. Госдума не поддержала инициативу. Аргументировали тем, что собственник будет ущемлен в правах на имущество. В столичном правительстве отметили, что конфисковывать транспортное средство можно лишь в том случае, если оно было использовано как непосредственное орудие или же оборудование для совершения преступления. В случае, когда происходит ДТП со смертельным исходом, то машина, по сути, не является таким средством, так как виновником признают человека, а не технику. Закон о гаражной амнистии принят в третьем чтении. Об этом сообщили депутаты Госдумы. Теперь владельцы гаражей, которые были построены до 2004 года и ранее, считались нелегальными, смогут оформить конструкции в собственность. Разработан упрощенный механизм приватизации. Он будет действовать до 1 сентября 2026 года. И владельцы гаражей и наследники уже сейчас могут обратиться в органы местного самоуправления, написать заявление и получить свидетельство о собственности на участке. Причем земля может быть расположена не только под капитальными гаражами. Приоритетное право на оформление построек получили пенсионеры. Это прописано в земельном кодексе. Кстати, документы на одно строение можно подать бесплатно. Весенние ограничения и временный запрет. С 19 апреля до 24 мая по дорогам регионального и межмуниципального значения запретят движение грузовиков. Когда тает снег и подступает павода, к дороге переувлажняются. Конструкция полотна страдает от постоянных нагрузок. Приказом Минтранса власти введут запрет на проезд большегрузом, вес которых больше 5 тонн на одну ось. Если нагрузка превышает данное значение, то необходимо разрешение, которое можно получить в транспортном управлении дорог. При этом владелец фуры должен оплатить ущерб, который его машина причиняет полотну. В среднем на пятиосную фуру масса около 40 тонн, которая едет по маршруту в 60 километров, водитель должен заплатить около 20 тысяч рублей. Это в период ограничения. В остальное же время сумма в 5 раз ниже. С 1 апреля стоимость проезда в маршрутках вырастет на 5 рублей. Информация об этом появилась на портале Центра управления автоэлектротранспорта Новосибирска. Больше всего придется платить пассажирам, которым нужно уезжать в сторону Первомайского и Советского районов. Ценники перепишут на Первом, Пятнадцатом, Тридцать пятом, Восемьдесят шестом и некоторых других маршрутах указанного направления. Перевозчики пояснили, вынуждены увеличить тарифы из-за роста цен на бензин, солярку и газ. Да и комплектующие для ремонта техники существенно подорожали из-за пандемии. Один миллиард пятьсот девяносто три миллиона рублей потратят в этом году на ремонт дорог. Власти рассказали об объектах, которые будут строить и реконструировать в Новосибирске. До 2022 года должны завершить работы на второй станционной Кедровой-Гусенобродском шоссе. Еще на пяти улицах пройдет ремонт. Не исключено, что город получит дополнительное финансирование из федерального бюджета. Тогда в 2023 году можно будет обустроить и гостевые маршруты. По ним смогут передвигаться туристы, которые посетят мегаполис при проведении молодежного чемпионата мира по хоккею. Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Роман Дронов отметил, В этом году предстоит большой объем работы. Власти пообещали сделать все возможное, чтобы на дорогах было меньше пробок при проведении ремонта. На этом итоговый выпуск программы ДПС подошел к концу. Присылайте в редакцию свои истории, вопросы и, конечно, видеозаписи. Мы обязательно покажем их в ближайших выпусках. В студии работала Анастасия Бойко. Не нарушайте правила, помните, дорога у всех одна, но куда повернуть, мы выбираем сами. До скорой встречи в эфире. Продолжение следует...